Глава Красноярской Тхамак Булатов проверил сегодня качество уборки городских улиц, ледовых городков и спортивных объектов. В новом году за первые три дня января красноярцы обращались и жаловались в городские службы на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, мэр Тхамак Булатов дал свои поручения по поводу поддержания порядка в Красноярске в эти праздничные дни. Осмотр начался с главной елки. Здесь глава города свое внимание обратил на скользкие гранитные ступеньки, ведущие к ледовым скульптурам. Недовольство городоначальника вызвало и то, что горки, где катаются дети, тоже травмоопасны. Подъемы засыпаны снегом, а не песчаной смесью. Своё неудовольствие мэр выразил и при виде мусора, оставшегося на площадке. Тхамак Булатов поручил руководителям районов провести уборку. Я прошу обратить внимание на состояние территории, значит, средовых городков. Если говорить об этой территории, то территория не приведена в порядок. У нас все остальные городки тоже в ЗАИС? Да, в ЗАИС. Везде? Везде. Пока территория, это нельзя сказать, что она приведена в порядок. Проверил глава Красноярска и другие места массового отдыха горожан. К примеру, лыжный стадион «Динамо». Летом там началась реконструкция и часть работ уже выполнены. Тут занимаются спортом сотни людей. В целом, объектом Эдха Макбулатов остался доволен. Большое внимание было уделено работе общественного транспорта. Сейчас автобусы, троллейбусы и трамваи выходят на маршрут в режиме выходного дня. Большие интервалы – меньше машин. Тем не менее, по мнению мэра, нужно увеличить количество подвижного состава, чтобы все желающие беспрепятственно могли проехать к ледовым городкам и спортивным площадкам. С 1 января на некоторые линии вышли новые перевозчики. Одного из них тщательно проинспектировали. Рассчитываем провести конкурсы среди перевозчиков, чтобы могли работать только те, кто с современными автобусами. Нет, я согласен. А те, кто с плохими автобусами, мы будем убирать из города. Так вы считаете, правильно это или нет? Само собой. Буду опираться на ваше мнение. А вот чистить и подсыпать тротуары рядом с коммерческими организациями теперь будут их владельцы. Постановление уже принято Красноярским городским советом. И теперь главы районов должны провести совещание, на котором дадут коммерсантам соответствующие указания. Мы видели сегодня, что зачастую очень плохо содержится территория около крупных супермаркетов. Не буду называть наименования этих супермаркетов. Но тем не менее, такая проблема существует. И в связи с принятым решением городского совета, в связи с необходимой потребностью принимать такие решения, в ближайшее время будет осуществляться закрепление территории с оформлением договоров на содержание данной территории. Не обошлось в эти дни и без происшествий. На улице Урицкого произошел порыв трубы горячего водоснабжения. Несколько домов до ночи оставались без тепла. Но к утру воду дали по резервным линиям. Сейчас на месте работают ремонтные бригады, краскома и теплотранспортные компании. До вечера обещают все восстановить. Сергей Сеславин, Алексей Гузев. Новости. Новогодняя ночь и первые дни каникул прошли в Красноярском крае в целом спокойно. Так, по данным полиции региона, Новый год на елочных городках встречали более 150 тысяч человек. А их покой охраняли почти 2000 сотрудников. Также в полиции сегодня подвели итоги операции «Новогодняя ель» За незаконную порубку хвойных деревьев 5 человек привлечены к уголовной ответственности, 10 – к административной. А за несанкционированную торговлю елками наказаны еще 50 граждан края. Новогодняя ночь прошла у нас спокойно. Нарушений у нас не допущено. Даже если взять елочные комплексы, у нас на территории края функционирует 69 крупных елочных комплексов. За период с 31 по 3 января текущего года лиц, которые бы доставлялись оттуда за совершение административных правонарушений, нет. Хотя, допустим, как если взять 2015 год, перед Новым годом, наступающим 2016, у нас было доставлено 8 таких лиц, которые распивали спиртные напитки, либо же находились в нетрезвом состоянии. В первые дни Нового года сотрудники ДПС констатируют, что количество ДТП зарегистрировано меньше, чем за тот же период прошлого года – всего 27. Один человек погиб. Это произошло в Норильске. Водитель выехал на встречную полосу, допустил столкновение и умер от травм. Как подчеркнули в ГИБДД, в прошлом году погибли 6 человек. При этом меньше зафиксировано и водителей в состоянии алкогольного опьянения. Нетрезвых водителей у нас в целом было выявлено 265. Если сравнивать с прошлым годом, это тоже несколько меньше. Но, как вы знаете, у нас в прошлом году была видела уголовная ответственность за посторонное управление, поэтому, видимо, это тоже сыграло какую-то роль. В том числе и количество ДТП, совершенных водителем в нетрезвом состоянии, вот так же по итогам трех дней, у нас так же меньше, чем в прошлом году. По данным МЧС Краснодарского края, чрезвычайных происшествий на территории региона не зарегистрировано. Службу несут около тысячи сотрудников. Однако, в новом году несколько человек погибли в результате различных происшествий. Так, в Сухобуземском районе двое мужчин провалились под лед и спасти их не удалось. Пять человек погибли от огня. И это несмотря на то, что сотрудники МЧС с начала года проводят обходы домов и квартир, чтобы еще раз предупредить людей об осторожном обращении с огнем и электроприборами. Тем не менее, ночью, 1 января, в Каннске, в результате пожара в жилой пятиэтажке, погибли две девочки. Одной было 7 лет, а другой 11 месяцев. Родители выпрыгнули из окна второго этажа и с травмами находятся в больнице. Через пять минут после поступления информации пожарные приступили к тушению пожара. Эвакуировано было шесть жителей дома, из них был один инвалид. Менее чем через 30 минут после того, как поступил сигнал, пожар был потушен. К сожалению, два ребенка, эта девочка 7 лет и 11 месяцев погибли от угарного газа. Причина пожара предварительная. Это неисправность гирлянды, новогодние елки. Но еще раз скажу, что занимается этим вопросом Следственный комитет. Это предварительная версия. И как сегодня рассказал министр строительства и ЖКХ Края Николай Глушков, все системы жизнеобеспечения под контролем. В каждом населенном пункте круглосуточно дежурят специалисты, которые при необходимости готовы докладывать об изменении ситуации, в том числе и напрямую министру. Пока никаких чрезвычайных ситуаций в Крае не зафиксировано. Я считаю, что объекты жизнеобеспечения отработали практически в идеальных условиях. Два отключения электроснабжения в Емельяновском и Бабанском районе незначительных, вовремя ликвидированных. И порыв водопровода в одном из населенных пунктов Краснотуранского района. И вот сегодня с утра плавановое отключение в городе Назарова для того, чтобы ликвидировать порыв на теплотрассе, который обеспечит теплом два жилых дома. Поэтому праздничные дни прошло, всё нормально. Мы продолжаем работу в том же режиме, ибо ещё впереди целая неделя каникул. В предстоящую праздничную неделю погода в Крае будет относительно комфортной. Во вторник, 5 января, днём около минус 14, ночью до 19 морозом. В среду днём немного похолодает до минус 16. Без осадков. Примерно такая же погода ожидается и в Рождество 7 января. Днём столбики термометра опустятся до отметки минус 15, ночью минус 22-24 градуса мороза. Самым снежным днём в Краевой столице станет пятница, а к выходным осадки вновь прекратятся. Что касается центральных районов, то там температура будет колебаться от минус 17 до 23 ночью, днём около 16 мороза. В южных районах ещё теплее от минус 12 до минус 17 днём, ночью около минус 23. Будет идти снег. Известная красноярская группа «Яхант» готовит грандиозное выступление. Оно пройдёт в Большом концертном зале с 6 января. Впервые вместе с музыкантами на одной сцене будут звучать струнные инструменты. Сейчас проходят репетиции. Исполнители порадуют зрителей как старыми хитами, так и новыми композициями. Всем пришедшим обещают и рождественский сюрприз. Какой? Пока секрет. Единственный намёк, который дали исполнители, к музыке он не будет иметь никакого отношения. У нас будет лунный свет, известная в Красноярске команда вокальная, которые так достаточно органично вписались в некоторые наши песни. Мы с ними сотрудничаем уже не первый раз. Будет у нас секрет, не скажу какой.